Специальный пассажирский вагон начал регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург-Алопаевск-Екатеринбург. Первый рейс накануне торжественно отправился в путь. Подробности в нашем следующем сюжете. Направление Екатеринбург-Алопаевск-Екатеринбург открыто в рамках Всероссийского туристического проекта «Императорский маршрут». Он призван ближе познакомить жителей и гостей Свердловской области с историей Дома Романовых с трагичным временем пребывания семьи последнего российского императора на Среднем Урале. Приобретен в лизинг специальный вагон. Он брендирован под формат императорского маршрута. В вагоне работает экспозиция, в которой представлены подлинные костюмы эпохи царствования императора Николая II. Организована фотозона. Стилизованный под начало прошлого века, вагон отвечает всем требованиям нашего времени. Оборудован информационным табло, видеомониторами. У каждого столика персональные аудиомодули и розетки. 44 места плюс 2 места для маломобильных пассажиров. Вагон оборудован аудиогидом, поэтому на протяжении маршрута пассажиры из разных стран могут слушать аудиогид на своем языке. И более того, в маршруте постоянно будут сопровождать экскурсоводы. Время в пути от Екатеринбурга до Алапаевска – 2 часа 55 минут без остановок. В Алапаевске – посещение мест, связанных с именем Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и других достопримечательностей города. Первую поездку по уникальному маршруту организовали как тестовую. Нам важно протестировать этот маршрут, чтобы понимать все его интересные моменты, какие-то, может быть, сложные моменты мы выясним в пути тестирования, чтобы предлагать своим туристам. А мы сможем предложить и более дальнюю поездку гостям из Центральной России. У нас бывают и иностранные туристы. Очень много людей, которые приходят к нам в музей, спрашивают, как можно добраться до Алапаевской, посетить там места, связанные с памятью о Елизавете Федоровне. Как можно посетить монастырь. И если будет курсировать специальный туристический маршрут, конечно, это привлечет огромное количество и туристов, и паломников в нашу область. В течение года по этой части Всероссийского императорского маршрута предполагаются 34 поездки. Их частота, по словам ответственных лиц, может быть пересмотрена в зависимости от спроса. Пришлось согласовать отдельную сетку движения. Но кроме этого, еще и удалось утвердить тариф региональной энергетической комиссии специально. То есть здесь стандартный тариф для железнодорожных сообщений, соответственно, в том числе и предусмотрены скидки для пенсионеров и детей. Проект реализован правительством Свердловской области, областным центром развития туризма, Свердловской пригородной компанией и фондом Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Свердловской области